Как Вы оцениваете вообще выборы прошли, результаты, ну может быть и в целом даже скажете, ну вот как голосовать? Ну, единый день голосования завершен, он прошел. Сказать, что было легко и просто, и мы были спокойны, это будет неправильно. На самом деле у нас было волнение, была проведена большая работа, мы работали, как я уже сегодня сказал, в конкурентном поле. Конкуренция серьезная, но считаю, что в целом мы отработали нормально, мы получили, конечно, не 100% результат, но результаты нас устраивают. Во-первых, у нас были достойные кандидаты, мы очень основательно подходили на самом деле к тому, чтобы делать выдвижение и посредством процедур предварительного голосования и согласования внутри себя. Мы же понимали всего лишь, если говорим о Верховном Совете, да, всего лишь 4 мандата, да, а количество людей, которые у нас по итогам прошлого выбора остались за пределами, например, и не с депутатскими мандатами, было значительно больше. И конкуренция, поверьте мне, внутри в партии была. Мы проводили согласование и делали это на самом деле обдуманно и выверенно, чтобы, ну, скажем так, не вносить дополнительного раздрая, раскола и так далее. Потому что есть примеры на выборах муниципального уровня, вы видели, да, в одном из районов у нас 4 кандидата от Единой России. Ну, при этом, как бы, ну, приходилось находить какие-то компромиссы и выстраивать работу деликатно и конкурентно, но по-честному. У вас были же районы, где Единой России вообще кандидат от не выставляла, но вот главы, да, были? Баград. Это был единственный район, Баградский. Мы разговаривали с нынешним главой на тот период. В этот день голосования он не выиграл. У нас было понимание, он является нашим секретарем, он изъявил желание идти, но пошел в качестве самого движения. При том, при всем, ну, может быть, так, не так мы активно и выстраивали работу, да, вроде человек как бы самостоятельно выстраивал свою избирательную компанию, но мы все равно как бы работали вместе, мы помогали. То, что он проиграл, если говорим об Аградском районе, то, ну, на самом деле район непростой, и много было вопросов. И в прошлые выборы, и в этот период, как бы, да, поэтому, соответственно, ну, наверное, как бы, в том числе, там, и, может, какие-то личностные моменты, в том числе, экономически, как бы, сработали не в пользу кандидата. Но, при том, при всем, помимо этого, есть же пример, когда у нас и город Сорский, и Аджиникидзевский район, да, наши кандидаты, прошедшие процедуру предварительного голосования, выдвинулись в качестве самодвижения. Ну, понимаю, скажем так, отношусь к их выбору с пониманием, потому что, на самом деле, определенный административный ресурс, о котором принято было говорить, что Единая Россия всегда им пользуется, как раз был не на нашей стороне. И, кстати, хочу отметить, что, вот, зачастую ранее говорилось, Единая Россия посредством административного ресурса добивается, там, высоких, там, результатов, там, и так далее, что это не потому, что наши кандидаты работают достойно, и так далее, а в большей степени ресурсов. Так вот, сегодняшняя кампания, прошедшая, как раз показала, что тот ресурс, о котором все преступники говорят, был не на нашей стороне. Но в то же время мы с этим справились. Хотел бы, вот, как раз отступить, а то потом, наверное, заботу, поблагодарить всех наших избирателей, которые пришли и проголосовали, и поддержали в те непростые времена, когда в ряде муниципальных образований был определенный раздрай и оглядывание не в эту сторону. И поздравить наших кандидатов, которые добились победы. Там, где мы не выиграли, ну, вот, например, в город Саиногорск. Нами был выдвинут кандидат, да, но были определенные моменты, то есть мы проговаривали, чтобы выверенно подойти. Поверьте мне, там два-три человека было прям достойных, мы, ну, в общем-то, рейтинг проводили и вот определились так, чтобы было все хорошо. Ну, в итоге, там была непростая кампания, было много конкурентов, серьезных, в том числе, скажем так, и представителей других партий самодвиженцев. Но, мы там не победили, наш выдвинутый кандидат, но хочу отметить, что там не прошел представитель в какой-то либо другой партии. Сергей Иванович, есть предварительные данные, что как раз победитель по округу в Саиногорске с достаточно большой вероятностью, хотя и будучи самодвиженцем, может войти во фракцию «Единая Россия» в Верховном Совете? Мы этого не исключаем, я думаю, это может быть нормальное и логичное действие, но мы, кандидат только еще выиграл, да, как бы, да, это его право определиться, куда пойти. И как раз-то мы, ну, в ближайшее время, наверное, как бы, историю посмотрим. Как он не член Единой России? Нет, он не член Единой России. А раньше еще у Горсоветов Единой России? У нас выдвигаются зачастую не только члены партии, но и сторонники, и люди в качестве самовыдвижения. Здесь он членом партии не является. Но, исходя из вашего вопроса, и по вопросу ранее задан, то есть мы как раз и предполагаем, что вполне возможно человек разделяет взгляды Единой России и войдет в ее фракцию. Он никогда не был членом партии, да? То есть есть информация, что он на выборах Горсовета в 2014 году, по-моему, шел как раз в вашу фракцию? Ну, он ранее работал и в администрации муниципального образования, мы это тоже же понимаем, как бы, я сейчас не готов сказать, как бы, не смотрел, но в рамках этих выборов он членом партии не являлся, а то, что, еще раз повторюсь, шел от Единой России, например, на прошлых выборах муниципального уровня, то это допускается. У нас есть и по результатам нынешних выборов не члены партии, но выдвигающиеся от нас. Если я не ошибаюсь, Андрей Георгиевич Апложкин, например, по Абакану, это вот тому яркий пример. Скажите, 32 выборных кампании было, да, вчера закончилось. Сколько вы взяли мест из всех этих мандат? Из четырех Верховного Совета три наших. Из четырех глав муниципальных образований, три наших. Из уровней поселений, ну, на следующий уровень переходим. Из восьми пять по глав поселений, представителей Единой России. И из восемнадцати мандатов по городских и районах, и группах наших членов партии сторонников шесть. Мы отметить хочу еще, победили, ну, то есть по городам, да, знаково, например, по Абакану, по дополнительным выборам наш член партии Асакалов, Виктор Иванович, одержал убедительную победу свыше 50%. По городу Черногорску наш кандидат в горсовет одержал победу. И в ряде муниципальных образований, где-то есть примеры член партии, например, Абаза, опять же, да, там совмещенность была, то есть два мандата разыгрывалось, один член КПРФ, один член Единой России. Считаю, что результат неплохой, в среднем, ну, мы так прикидываем, порядка сорока процентов. Ну, на круг по общему взять. И хочу отметить по кандидатам Верховного Совета. Все кандидаты набрали вполне хороший результат от 42% до 48%. Смещает ли Ваш довольно низкая явка на этих выборах? Не появится ли в связи с этим повод говорить о том, что это не Единая Россия выиграла, а это выиграла картошка? Ну, это уже не удивительно, это не первый год, это риторика, в принципе, она всегда имеет место быть, и все об этом зачастую говорят. Но, что есть, то есть. Единый день голосования придуман не в этом году, не в прошлом году. В принципе, мы, как и все другие партии, ровно столько же одинаково как бы работаем в равных условиях. По поводу явки. Я не считаю, что явка была низкая, даже местами она была подогрета, наверное, большим интересом. В частности, в муниципальных выборах. Например, Аджинькинский район 40 с лишним процентов. Аскизский район 30, почти 40 процентов. Абаза. Там у нас тоже была очень серьезная конкуренция. И там была очень высокая явка. А если говорить о Сайногорске, Абакане, Черногорске, то это традиционно невысокие показатели. Более того, если сравнивать с прошлой кампанией, это было бы, наверное, некорректно, потому что кампания была совмещенной, она была и выборы главы субъекта, и депутата Верховного Совета по Абакану, и еще дополнительно тоже уровень полностью. Соответственно, явка всегда бывает выше, потому что каждый кандидат работает на своего избирателя. Он его агитирует, он его ведет. И если на одном округе есть один кандидат, один уровень выборов, то это одна история. Если их три или пять, то, соответственно, как бы интерес к этому подогревается больше. Плюс, ну, наверное, информационная составляющая крупных кампаний, она всегда идет ярче. Сергей Иванович, вот вопрос как раз сказали про избирателей Яковлова. Может ли вы, подтвердительное свое мнение, скажите, в последнее время избиратель все-таки идет на кандидата, а потом уже его партийная принадлежность играет роль? Вот вопрос. Мне кажется, люди сейчас идут именно на личности уже. На мой взгляд, и это, наверное, правильно, я так считаю, что в первую очередь любой избиратель должен идти на кандидата. Потому что партия это партия. Есть куча интересных и сильных личностей, да, но когда они объединяются в определенную историю, да, получается какой-то бракан, ну, негатив или что-то еще, да, то есть моменты, они обобщенные. Но в первую очередь избиратель всегда, на мой взгляд, должен сначала идти на личность. Кстати, мы вот в эту кампанию тоже, нас там порицают, например, вот Единая Россия, там не очень там явно. Ну, а Единая Россия ведет свою работу в рамках не только избирательного цикла, а мы каждый месяц, каждый, ну, в общем, мы постоянно что-то делаем. И мы об этом как бы в рабочее время, ну, скажем так, назовем это в рабочее время, об этом показываем и говорим. А в рамках избирательной кампании, ну, наверное, мы не слишком в этом плане активничали, условно говоря, с лейблом, со значками и так далее. И, а люди говорят, а что, он же у вас кандидат, кандидат ваш, он же член партии, мы говорим, да. И, например, местное отделение все равно помогает и агитаторы, то есть есть и простые люди, да, то есть представители общественных организаций, но есть и активные члены партии, они участвовали в кампании, и никто этого не стеснялся. Но при этом, при всем, наша риторика в том числе и была, что сначала надо выбирать кандидата, потому что, ну, не всегда под какой-то выиской мы сейчас не будем говорить даже о Единой России, не будем говорить о конкурентах, но есть примеры, коллеги, я не буду их называть, но вы посчитаете это нужным, показать или нет, но я думаю, что вы знаете, что у представителей других партий персонализация зачастую хромает по отношению к нам, как бы то ни было, как бы можно было говорить о глобальных, о законах и так далее, правильных, неправильных, но личность, уважаемые, достойные, заслужившие признания среди людей, у нас их больше, и мы этим гордимся. Реакция московского федерального руководства на вашу более чем полугодовую политическую работу уже поступила? Ну, вчера мы с коллегами общались, да, конечно же, мы предоставляли информацию по результатам, мы получали, как вы говорите, поздравления были, результат оценен на хорошо. Все-таки надо констатировать, что вы одержали крупную победу. Крупная победа, она сначала почеревата тем, что избиратели ожидают, что в среде стопной победы будут и кардинальные какие-то изменения в политике, в экономике республики. Сейчас у вас пройдет эйфория от победы. Какие перспективные, может быть, сразу же первые законы, проекты, которые мы увидим уже на сентябрьской сессии Верховного Совета? Каким образом будете удерживать этот результат? Ну, про эйфорию, наверное, вы переборщили, я бы так не сказал, потому что что такое 4 мандата из 50, да? Верховный Совет по большому счету сформирован, и он работает таким, какой он есть. Мы просто дали те дополнительные показатели, которые стали себе задачей. У нас усиливается фракция, и туда заходит самое главное. Достойные люди, которые знают практическую работу, знают экономику и знают, как работать с законопроектами. Это не случайные люди. И они, я думаю, своей работой привнесут как раз дополнительную энергию, которая будет направлена, во-первых, на благо избирателей и, в принципе, жителей республики Хакасия. А то, что эйфория или что-то произойдет кардинально, я бы сейчас не сказал. Если бы это были выборы, то есть, ну, там, оглушительная победа, что победа? Мы немножко лишь восстановили свои позиции, которые утратили в прошлом году. Вот и все. А вот все-таки с усилением вашей партийной фракции в Верховном Совете, как, вы думаете, теперь будет строиться работа законодательного органа? И вот взаимоотношения с другими фракциями? Ну, я думаю, ничего кардинального от того, что мы сейчас имеем, да? То есть, в принципе, ну, вот мы сейчас подходим ко времени, да, что осенние сессии, ну, начнут, то есть, каникулы закончились, там, Верховный Совет продолжит свою работу. Да, хорошо, что мы усилили, еще раз повторюсь, не случайными людьми. Это люди, которые знают работу в комитетах и так далее. Но взаимоотношения с другими фракциями, опять же скажу, у нас было 17, если не ошибаюсь, стало 20 уже точно, да? А по одному еще посмотрим, как возможные вариации, которые сегодня рассматриваем. Причем это не кардинально меняет политическую, скажем так, раскладку Верховного Совета, потому что это не абсолютное большинство. В любом случае необходимо будет работать с представителями других партий и других фракций. Но на сегодня мы уже видим, скажем так, если в прошлом году, ну, опять же, это мое оценочное мнение, да, когда говорили, вот он разношерстный, много в СМИ, там, разных моментов, кто в лес, там, кто под рова, там, или еще что-то. Но, мне кажется, чисто эволюционно. Год проходит, да, немножко люди притираются, понимают свои позиции и задачи. Я говорю сейчас о тех депутатах, которые зашли туда вновь в прошлом году. Потому что, ну, поверьте, я сам депутатом Верховного Совета не был, но по сути работы приходилось, как бы, сотрудничать, работать, как бы, я ранее руководителем исполкома был, и с фракциями, и над законами, то есть они проходят через нас. Это непростая работа, в этом надо понимать. Закон иной раз, ну, вот, мы же бываем иногда, там, открываем, его же сразу-то и бывает, и не понять. Особенно, если кто сталкивался с юридическим моментом, когда есть изменения в закон, там, начинаешь закон читать. Закон в редакции от пятого года, 2000, да, а с поправками и так далее, там, устанешь просто перелистывать, да, то есть с этим надо уметь работать. Поэтому я думаю, что Верховный Совет в нынешнем составе, ну, то, что он дополнительно нужных людей получил грамот, это факт. А вот я еще не очень поняла вас, я поняла, что вы говорите, кадры, да, что мы, там, вывинули достойных кандидатов. Вот только за счет этого вам удалось лучше себя показать, чем в прошлом году? Или какая вообще работа над ошибками была сделана? Ну, во-первых, это совокупность факторов, наверное. Одно дело, это всегда бывает кандидат, мы же не за безличное, мы же голосовали за персоналией, да. Второе, это в том числе и выводы в работе, в агитационный период. Мы практически по всем участкам провели почти на каждом округе почти две тысячи избирателей. Прошло через встречи с кандидатом, общение и так далее. И это не просто хождение и рассказывание, то есть, это, скажем так, кандидаты напитывались и проблематикой, и вопросами, и в то же время и свою позицию здесь же сразу излагали. Потому что, да, зачастую бывает много там просит, там требований, так далее, обращений. Но не только это. То есть обратная связь обязательно нужна. Я считаю, что мы в том числе и неплохо провели компанию. Не заочно и не только по телевизору, как это бывает. Потому что, ну, компания была непростая, отступлю, наверное, от вашего вопроса, да. Было много и провокационных моментов, и срывания листовок, и краска, и подрисовки, и прочее, прочее, прочее. Это же самое ваш адрес говорят. Ну, так это же понятно, как бы, да, то есть, одно дело там, кто-то листовку наклеил, рядом наклеил, либо сверху наклеил, да. Но фактов, чтобы мы кого-то зарисовали или там испоганили, такого не было точно. Это я вам могу сказать. А то, что, ну, более, вот даже вчера, например, да, я не буду называть кандидатами в партию, но даже подвозы и покупки имели место быть, о чем мы сигнализировали даже силовое ведомство, что это неправильно. И не в первую очередь, что это против нашего кандидата, а в первую очередь потому, что нельзя так с избирателем обходиться. Согласитесь. Голос денег не должен стоить. Сергей Иванович, еще на ту же тему. Как вы думаете с кандидатом «Единой России» разочарование жителей Харкасии от КПРФ и его представителей после, ну, скажем так, почти года правления губернатора коммунистов? Ну, здесь бы, наверное, правильнее было бы это мнение у избирателей спросить, да, и как раз вашими, наверное, условно, скажем, силами, да, там, через опросы людей и так далее. Но корректно будет сказать с моей стороны, что да, на самом деле, в том числе, власть же критикует всегда, и прошлую власть критиковали активно, и нынешнюю критикуют. Да, я считаю, что есть на то основания. Не огульные, не везде, не во всем, но они есть. Поэтому момент разочарования, ну, разочарование, наверное, так быстро не приходит. Но вопросы есть, в том числе пресловутый административный ресурс, как говорят, который он все пользуется. Поверьте мне, в этот раз он был и даже был, наверное, ну, прям-прям был местами. Не буду об этом говорить, но прям мы с этим столкнулись. Было очень много судов, один кандидат на другого пытались снять, внутренняя конкуренция, ну, вот, происходило. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова